Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселёва, Нарышкин, Соломин, Гонопольский, звукорежиссёр Светлана Ростовцева. Я напомню смысл этой программы. Мы тут Америк не открываем, мы их, как бы, если можно сказать, суммируем. Мы берём самые известные, самые резонансные события этой недели, прошедшей, и слегка их объясняем, после чего разворачиваем их в голосование для вас. Событий, может быть, больше, событий меньше. Скажу вам, что, как бы, лето наступает, приближается, и не просто найти темы. Тем не менее, всё, все строчки у нас заполнены, и все опросы подготовлены. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Здравствуйте, и давайте начнём, наверное, с события. События недели, верно. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселёва. События недели. Тут мы тоже дискутировали, что есть события, но как-то так переместили туда-сюда. В общем, самое интересное, что сейчас Нарышкин вам расскажет про события, которые, наверное, вы событиями не считаете. Ну, почему? Слушайте, я уверен, на самом деле, все жители России, которые неравнодушные, они ждали и следили за действиями Дмитрия Медведева и за решениями. Да, конечно, конечно. А, вы просто, может быть, вы перепутали сетку, вы думали, мы начнём с каких-то малозначимых событий, но мы начинаем с правительства. Наконец-то мы увидели список лиц, которые в ближайшие годы будут в исполнительной власти. Разные оценки того, насколько кабинет поменялся, насколько он будет эффективным. Вы знаете, что появились новые министерства, некоторые министерства были разделены, кто-то остался за бортом, но мы говорили про вице-примеров с вами в прошлый раз. Есть, на самом деле, полно аспектов, есть один интересный аспект, и даже очень было смешно и забавно наблюдать, как одно из наших, хотел сказать, федеральных агентств, одно из наших государственных информационных агентств запуталось. Когда появилась информация, вы же знаете, как это бывает, да, вот назначается правительство, и информационные ленты сразу начинают багроветь, полно фамилий, полно должностей. И, конечно, это колоссальный стресс. Не все слушатели понимают, что когда падает молния, то есть срочное сообщение агентств, оно у нас выделено красным, да, и когда падает много молний подряд, то лето превращается. Не каждый сотрудник информационной службы может дожить этот день до конца, но только избранные сохраняют рассудок. Ну так вот, некоторые, некоторые СМИ, некоторые агентства, крупные агентства, они запутались, и когда увидели Патрушев, Министерство сельского хозяйства, подумали, что Николай Патрушев, который сейчас, бывший глава ФСБ, который сейчас в Совбезе, именно он назначен вот на этот пост, и, наверное, кто-то успел в считанные какие-то, не знаю, секунды, минуты подумать, господи, зачем, зачем, почему этот человек, на самом деле все проще. Николай Патрушев, его сын попал в правительство и будет теперь вместо Александра Ткачева курировать сельское хозяйство. Вот и много сразу размышлений на этот счет приходит и мне в голову, и Соломину в голову, и вам, Матвей Юрьевич, в голову, хотя вы об этом забыли, и нашим слушателям. Вот как же так, это некрасивая история, ты работаешь много-много лет на государство, а потом почему-то вдруг у тебя сын в правительстве. Не получается ли, что здесь какой-то вот такой вот, как будто бы ты сыночка своего любимого помог ему трудоустроиться, да? Как это называется слово? Ну, не кумовство, а что это? Ну, это кумовство. Это называется коррупция, это называется коррупция. Ну, вот это называется коррупция, и вы сразу, Матвей Юрьевич, садитесь в лужу с этим таким громким обвинением. Это называется, это сыновняя преемственность, да? Не, слушайте, никакой преемственности нет. Почему? Если, вот смотрите, сейчас серьезно, шутки в сторону. Если действительно у Патрушева толковый сын, и он подходит на эту должность, почему ему не стать министром? Вот задумайтесь. Вот вы задумайтесь, и слушатели пусть задумаются. Если у нынешнего президента Беларуси Лукашенко Коленька талантливый сын, почему бы ему не стать президентом? Почему бы Ким Чен Ину, а до него Ким Чен Иру, а до него Ким Ир Сену? Это очень талантливые дети, которые все становились. Вы пошли по этим странам, да? Да, да. Да, ну а давайте посмотрим, например, в Соединенные Штаты, в Вашингтон, тот факт, что около Трампа Иванка Трампа, его дочка, влияет на принятие решений Джаред Кушнер, супруг Иванки Трампа. И они, одну минуточку, я хочу напомнить, что они, может быть, принимают, ну, влияют, как ты сказал, но они не обладают никакими должностями, правильно? Ну, как они не обладают должностями, они советник. Не, ну, советники, пожалуйста, почему бы младшему Патрушеву не ставить советникам? Ну, смотрите, это очень интересная история. Если Патрушев младший, он замминистра, тогда все окей, а если он министр, тогда мы уже возмущаемся. Как же это так? Это точно, он, наверное, точно к Путину Патрушев-старший зашел и сказал, давай мы устроим его. Дело здесь не в этом. Наша задача, насколько я понимаю, подожди, давай сначала зададим вопрос, после этого я тоже задам вопрос. К нам? Пожалуйста, задавайте вопрос. Вы бы, в случае, если у вас была бы такая возможность, пристроили своих детей в министры, давайте честно ответим самому себе, ну, и нам тоже на голосование. Если бы вы, если бы у вас была такая возможность, пристроили бы своих детей в министры, тогда ваш телефон 660-06-64. Если бы вы не стали этого делать, тогда 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Если бы вы своих детей, будь у вас такая возможность, пристроили бы в министры, тогда 660-06-64. Если бы не стали этого делать, 660-06-65. Я вот что хотел сказать. Так вот, когда происходит какое-то событие, связанное с государственной жизнью, с назначениями, то вот каждый имеет свое мнение, но когда ты суммируешь эти мнения, то возникает одно такое мейнстримное мнение, которое в данном случае в виде вопроса. Причем я сейчас вам этот вопрос сформулирую. Он непростой. Возможно, а это мы знаем по сыновьям Чайки, возможно, это действительно талантливые дети. Почему? Потому что у них лучшее образование, безусловно, они учились в хороших престижных университетах. И когда, помните, некоторое время назад мы разбирали случаи, когда сыновья известных людей становились директорами банка, управляющими отделой и так далее. Потом выяснялось, что эти люди заканчивали... Давайте вы сейчас, извините, просто чтобы было понятно слушателям, о чем идет речь. Вот «Новая газета», они сделали такой мини-подборку. Где кто у родственников трудится? Младший сын Сергея Иванова, бывшего руководителя Кремлевской администрации, трудится президентом компании «Алроса». Сын Сергея Кириенко, Владимир, занимает пост вице-президента в Ростелекоме. Вице-президент банка ВТБ Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова. А вот тот самый Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства, до этого 8 лет был в правлении Государственного Ростельхозбанка. Все, пожалуйста, продолжайте. Отлично, никаких проблем у меня нет. Совпадение. В этом смысле. Да, да, как это говорит Киселев, совпадение, не думаю. Да, так вот, как-то вот народное мнение, оно задает вопрос. То есть, возможно, вот, например, ты сказал про Дмитрия Патрушева. Дмитрий Патрушев, если ты говоришь, что он 8 лет был в та-та-та-та-та-та-та-та-та, кем там ты сказал, заместителем, ну повтори, чем. В правлении Россельхозбанка. В правлении Россельхозбанка. Что это обозначает? Это обозначает, что, во-первых, он имеет опыт, связанный с финансами, а во-вторых, это же, например, не строительный банк и не банк по развитию космоса. Это именно сельхозбанк. Поэтому, с простой точки зрения, возникает ощущение, что он на своем месте. Только есть один вопрос. Вот знаешь, есть такое дурацкое слово «кастинг». Конкурс. Вот какой был конкурс, кто и рассматривал эти персоны? Представим себе, 20 одинаковых кандидатов. Какой-то человек, выбиваясь из сил, работая в колхозе, дал своему сыну британское образование. Для чего? Он ему говорил, учись, сынок, потому что ты будешь подниматься по социальной лестнице. Конкуренции у тебя не будет. Я платил за тебя огромные деньги, чтобы ты учился в британской школе. И сын учился, и так далее. Но как-то так получилось. Вот это самое лучшее русское выражение. Как-то так, что эти люди занимают именно те должности, которые чудо какое-то. Поэтому я ничего по этому поводу не могу сделать. Кроме того, возможно, Дмитрий Патрушев, я ему желаю, возможно, он талантливый человек. И он действительно искренне и мастерски, и, как еще, какое слово употребить, со всех своих патрушевских сил, не желая, чтобы о нем думали, что он креатура своего отца, он будет работать на должности министра. Но у меня вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, Нарышкин. Вот если у нас дела будут с сельским хозяйством плохие, то как ты считаешь, как-то будут сына Патрушева увольнять, если отец его занимает такую должность? Это первый вопрос. Второй. Ты знаешь, Путин иногда позволяет себе пожурить как-то. Вот он говорит, вы забыли, что я президент, и что у нас за дела с сельским хозяйством. Ну, он может назвать не сельское хозяйство, а что угодно. Как ты считаешь, будет господин Путин на заседании, или Медведев, особенно Медведев, Медведев и Патрушев, как ты считаешь, а Патрушев это силовой блок под отчетный Путину, будет он его ругать превселюдно и распекать в то время, как мы знаем, кто такой господин Патрушев, его отец? Давайте со второго. Я, как Владимир Путин, с последнего вопроса начну отвечать. У нас любят в стране показательные порки, и Владимир Путин любит периодически население своих избирателей, что практически одно и то же, баловать такими театральными действиями. Поэтому, конечно, если какие-то совсем будут сложные ситуации в этой отрасли, конечно, Дмитрия Патрушева будут вызывать на ковер к президенту, и под камеры будет вот это вот, нагайками, розками, отчетывание и прочее. Нет, не будет. Умоляю, будет. Вспомните, пожалуйста, сколько раз это было. Сколько? Дворковича. Я сейчас помню, например, Дворкович, которому ничего же, по-моему, не перепало. А чей Дворкович сын? Нет, подождите. Нет, 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 нет. Подождите, я вам про общее положение вещей говорю. Если есть министр, провинившийся, и растет негодование, этого министра всегда вызовут, его поругают прилюдно. Закончу. Короче говоря... Подождите, первый вопрос. А про первый вопрос, про увольнение. Короче говоря, когда-то. Нет, подождите, вы мне задали два вопроса и посылаете меня. Мы вас слышим. Мы вас слышим. Мы вас слышим, а вы, похоже... А вы, по-моему, отвалились. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Все в порядке. Пока у вас связь налаживается, я просто отвечу на первый вопрос. Про увольнение. Какого министра из прошлого правительства уволили? Вот сходу скажите. Ну, это сильно облегчило жизнь. Олег Говорун. Ты помнишь такого? Министр регионального развития. Ты что? А в чем его был косяк? Ну, хорошо. Сможно, сам ушел. Золотые ребята, послушайте меня. Нет, про увольнение просто у нас, в принципе, не увольняют, когда у тебя министерство... Кудрина уволен, но это в прошлом. Ну, Кудрина, это там все-таки не из-за его какие-то дела, а там внутренняя борьба этого Сердюкова, потому что скандал был коррупционный. Вот у нас на радио работает такой журналист Пархоменко. Есть такой, да. Вот Пархоменко периодически, он дарит миру всякие крайне умные фразы, которые уместно цитировать. Вы знаете, совсем недавно он, когда говорили, что Ксюша Собчак это путинский проект, он объяснил, что мы все являем собой путинский проект, в том числе и Эхо Москвы, но мы понимаем в каком смысле. В том смысле, что нам разрешают работать. А раз нам разрешают работать и нас еще не убили, и станцию не закрыли, а Венедиктову не выдрали волоски на его возмутительной бороде, то получается, что... Ну, вы понимаете, в этом же нет секрета. Я уверен, сколько бы кто ни говорил, что лично товарищ Путин решает по утрам жить Эхо Москвы или не жить, работать нам или не работать. Потому что наше помещение, есть очень много хороших организаций, которые могли бы занять. Это первая история. Так вот, Пархоменко, я думаю, что где-то лет пять назад он сказал, после вот тех назначений еще, тех назначений сыновей, он сказал, что ничего такого удивительного, просто у нас появляется сословие, это сословное общество. Да, это сословное общество, когда правдами или неправдами назначаются дети. Я ничего против сословного общества не имею. Ради бога. Оно может быть, поскольку у нас дело, собственно, к самодержавию идет. Тут вопрос другой, ребята. В этой ситуации какие существуют, пусть для вот этих прокремлевских ребят, вот эта единая молодежь, единой России, комсомол, вот эти, ну нынешние, я даже не знаю, как их зовут, неинтересно. Они идут туда ради продвижения наверх. Вопрос. Если у нас сословное общество и наверха назначаются эти ребята, то какие есть механизмы, лифты, как мы называем, социальные лифты, которые двигают людей вверх? Получается, что они, эти лифты, знаете, как на лифтах написано, out of order, не работает. Поэтому, как есть, так есть. Вопрос не в таланте этих ребят. Уверен, что они клевые работники, я имею в виду сыновья. Там образование такое, которое нам с вами не снилось. И они будут работать честно, искренно, пока их там не вышибут или не пойдут на повышение. Проблема в другом. Они мультиплицируют себя. Это получается британский дом. Вот вчера там Кейт Миддлтон и Гарри, насколько я понимаю, этот Гарри, он шестой ждет. Он шестой. Не знаю, дождется ли трона. Я думал, он у Меган шестой уже. Ну, ладно. Не важно. Меган. Не имеет значения. Шестой, двенадцатый и так далее. У них там очередь. Очередь из этих. А у каждого из этих Патрушевых есть свои дети, свои внуки, возможность хорошего образования. Короче, сословное общество в конституционной России. Я считаю, это большая проблема. Я подведу итоги голосования. Сорок процентов наших слушателей сказали, что пристроили бы своих детей в министры, если бы у них была такая возможность. Шестьдесят процентов выступают против. И скажу две короткие вещи. Я, во-первых, на месте Николая Платоныча Патрушева сейчас сильно бы засмущался в связи с тем, что его сын уходит в правительство, потому что именно ему, если совбез сохранится в нынешнем структуре, ему придется краснеть, если у его сына что-то пойдет не так. И краснеть непонятно то ли за сына, за его возможные какие-то ошибки или недочеты перед президентом, то ли за себя, если он его действительно проецировал, протектировал, точнее, и именно по его протекции, то есть Дмитрий Патрушев занял этот пост. Но самое важное в этой истории то, что политическую ответственность за набираемое правительство у нас несет премьер-министр Дмитрий Медведев. У нас некое альционное правительство. Все правительство назначается в результате решения человек, предложения Дмитрия Медведева и решения Владимира Путина. Так у нас правительство устроено, и поэтому вне зависимости от того, чьи там дети, внуки, тести, правнуки или даже, я не знаю еще какие, заловки, все, что делает правительство, это ответственность того, кто этим правительством руководит. Ай-яй-яй, прямо я вижу, как вот сейчас нам переназначили господина Медведева, наихудшего человека для правительства, человека, который просто занимается такой местоблюститель, местоблюститель. Нет, ты не понял меня, послушай, я не имею в виду, опять же, а какие рассматривались кандидатуры? Опять не было никаких кандидатур. Говорилось что-то прокудренно, шмудренно, какие-то туманные разговоры. Путин сказал, все, будет у нас человек по фамилии Медведев, и все. И никто не задает вопрос, качество Медведева, что Медведев сделал за это время. Вы же все понимаете, ребята. Вы же задаете вопросы, и вы потом будете про Медведева это говорить, и говорить Лисе в его стороны желчи, желчи, как правильно. Вы все это скажете, и он все это услышит. Кто? Медведев. Кто? Дмитрий Медведев вас услышит. Да Медведев уже, Димон, он все это слышал. Это не знаю, что вы... И что? Прямо я вижу, как он плачет по ночам, обняв уточку. Да что за бред, ребята? Это абсолютно мафиозная структура, когда Путин, который то ли понимает, как развивать страну, то ли не понимает, но который принимает все решения, взял самого верного человека. Да, это действительно Медведев самый верный человек, самый верный. Он ему добирает на все 200%, но нормально ли это, все ли это качества, вот эта верность, необходимая премьер-министру в конституционной стране, вот это вот неизвестно. Все, что мы должны... Дальше, дальше пойдем. Это программа «Гонопольская» и то, что недели без Евгения Киселева. Герой в неделе. Герой. Внезапно, на самом деле, и причем как-то родился герой так вот довольно быстро, Аркадий Ротенберг за то, что досрочно сдал Крымский мост. На полгода раньше завершено это строительство, а я напомню слушателям, что именно Аркадий Ротенберг и его строительная компания «Стройгазмонтаж» была генеральным подрядчиком этой «Стройки век», но оказалось, что не век и не полвека, а гораздо все быстрее завершилось. Да, конечно, нужно доделать железнодорожную часть еще. Ну вот Аркадий Ротенберг говорит, несмотря на то, что работа шли с опережением, и причем там несколько месяцев из-за каких-то ветров строительство простаивало, мост как минимум век простоит. Много было оценок, много было негатива за эти годы. Знаете, говорили, что и, в общем, там грунт какой-то не тот, и там должны быть супер какие-то глубокие сваи, чтобы все это не развалилось. И уже сейчас, когда мост построили, начинают заново пересчитывать, сколько денег было потрачено. Эксперты всех мостей начинают рассуждать, а насколько будет, в принципе, эффективен этот мост. Вы знаете, мне вот все равно, мне все равно, честно скажу, на тех людей, которые сейчас вот негодуют, да, завершилась вот эта стройка, мало кто верил, да, из скептиков, что она будет завершена. И хорошо, что завершилась. Не думайте о средствах, потраченных из ваших кошельков на мост. Не думайте о том, сколько могло осесть в разных карманах, которые по пути раскрывались для ваших каких-то купюр и для ваших монеток. Но сделали, сделали этот проект и сделали. Крым, да, он ближе, мне кажется, не стал. Дальше от Украины в политическом смысле Крым не стал. Ну, хорошо, но запланировал Путин вот эту стройку. Если будет жителям Крыма конкретнее, удобнее от этого инженера на сооружении, очень хорошо. Если туристам, которые искренне, российским туристам, которые искренне любят крымский отдых, им будет удобнее туда ехать, не в обход, не самолетами, а вот именно по мосту, очень-очень хорошо. Вопрос перед новостями. Сдача, вопрос для голосования. Вам сдача Крымского моста вызывает у вас восхищение или опасение за качество? Если восхищение, наберите, пожалуйста, 660-06-64. Если опасение за качество, 660-06-65. Голосование пошло. Коротко, еще раз. Сдача Крымского моста вызывает у вас восхищение? Тогда наберите номер 660-06-64 или опасение за его качество. Досрочная сдача Крымского моста. 660-06-65. Не забывайте код 495. Мы прерываемся на новости рекламы. Польская. Итоги недели на Польской. Итоги недели без Евгения Кизрёва. Те же в студии. У нас идет голосование. И сейчас ребята напомнят вам вопрос, пожалуйста. Сдача Крымского моста досрочная вызывает у вас восхищение? 660-06-64 или опасение за его качество? 660-06-65. Код 495 в самом начале. Я здесь поддержу Нарышкина в чем? Я не согласен абсолютно с возмущениями насчет Крымского моста, что построили Крымский мост. Почему? Потому что мосты, плотины, скоростные поезда, автобаны – это хорошо. Это лучше, чем если мы мосты, плотины, автобаны и скоростные поезда разрушаем. В чем человечество, кстати, преуспело. Поэтому сам по себе факт строительства Крымского моста я приветствую, как и любого другого моста и сооружения, призванного людям служить. На месте украинских властей я бы даже не расстраивался, потому что что за эти сто лет может произойти? Кто его знает, отведенный этому мосту Аркадием Ротенбергом? Минимум. Может быть, в Киеве? Минимум. Который завоюет Таганрог. Этот мост будет ему служить верой и правдой. Или тот самый Хан Батый оставит свою лошадь, наденет пиджак и будет добиваться в мировых судах международного признания Крыма украинским. Этот мост, также построенный Российской Федерацией, будет служить ему верой и правдой. Я не понимаю, если честно, почему так возмущаются именно строительством. Мне кажется, есть другая проблема. Вчера прочитала замечательную историю. В книжке в 20-х годах, когда в трамваях было не протолкнуться, карманики работали следующим образом. Девушка прибегала, говорила, господа, дайте войти. Господа в трамвае в 20-х годах злобно на нее смотрели. Потом она повторяла, товарищи, мне нужно войти. И начиналось рассуждение у них в этом трамвае, все-таки, что господа уже в Черном море остались и так далее. Что вот она какая-то странная. Тут они начинали спорить, а как все-таки правильно говорить, господа и товарищи. И в это время они не понимали, что из карманов у них исчезают монетки, банкноты, кошельки и прочие ценности. Мне кажется, что когда говорят о Крымском мосте, как о проблеме, почему-то забывают, что проблема – это не Крымский мост. Проблема – это статус Крыма и отношение к этому статусу России, Украины и всего мирового сообщества. Вот и все. Да, ну, честно говоря, я не понял, почему вы поменяли тему. Я напоминаю, что тема у нас Ротенберг. У нас герой Ротенберг. У нас герой не Крымский мост, а у нас герой Ротенберг. А по этому поводу я хотел бы сказать несколько слов. И эти несколько слов увязаны с предыдущей нашей темой, с Дмитрием Патрушевым. Значит, я очень рад, что господин Ротенберг уверен в том, что он построил и говорит, что это будет стоять больше ста лет. Да, ради бога, пусть стоит хоть 200, хоть 500, хоть тысяч. Но, во-первых, ну, он по всей видимости так очень уверен, но я напоминаю, как появился Ротенберг в строительстве этого моста. Этот мост ему поручил строить господин Путин. Вот ровно так же сословным способом, как Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства. Насколько я помню, первоначальное предложение было вовсе не Ротенбергу. Просто мало кто тогда был готов этим заниматься. Конечно, конечно, мало кто. Это мы знаем, что мало кто умеет строить в России мосты. И каким-то странным способом это делает Ротенберг. Причем Ротенберг это делает за 4 миллиарда долларов. Это только, так сказать, цена моста вот на сейчас, на этот момент. А там же еще железную дорогу будут и так далее. Послушай меня, это не мои деньги. Если моих там денег вот от тех налогов, которые я плачу в Российской Федерации, заработаю на Эхе Москвы, ну, там есть, ну, хорошо, ну, там, несколько тысяч рублей или, может быть, несколько там десятков тысяч рублей. Да ради бога. Я просто хочу тебе сказать, что узок, вот как это, велика Россия, отступать некуда. Вот это лозунг господина Путина. Вот велика Россия, а министром сельского хозяйства стать некому. Велика Россия, а построить мост некому. Кстати, как-то, может быть, у вас будет время, вы же журналисты, а журналистам свойственны расследования, или, может быть, кто-то. Ну, вот как бы заинтересуется, какова экспертиза этого моста. Мы же говорим сейчас о Ротенберге и о его фразе. Мы не говорим о Крымском мосте. Мы говорим о Ротенберге, о его фразе, что больше ста лет простоит этот мост. А вот как-то вот документация на этот мост. Вот кроме Ротенберга и Путина, может быть, и еще кого-то. Это кто-то видел? Вот как-то это... Оно вам надо? Не, оно вам надо? Надо, скажите, пожалуйста. Вот оно, как гражданину. Вам нужна документация на этот мост? Последнее. Все, нет. Еще раз. Нет, ну, к чему эти вопросы тогда? А потому что герой Ротенберг у нас. И мы по поводу Ротенберга говорим разные мнения. Не по поводу моста. По поводу его заявления. Как мне кажется, несколько самонадеянного. Он что, пережил уже зиму этот мост? Он что, пережил какие-то там катаклизмы, которым свойственно это? Ну вот зачем он так говорит? Ну хорошо. Он уверен в своем состоянии. Нет, смотрите. Вы живете надеждой, что мост скоро рухнет. То есть, если мост рухнет зимой, потому что, не знаю, там, море замерзнет, вы скажете, ага, я вас предупреждал в мае 2018-го, что Ротенберг обосрется, нельзя никому верить. Это грязная, мерзкая какая-то там, не знаю, компашка Путина. Я вас предупреждал. Я Матвей Гонопольский. Ну это вот так выглядит. Знаешь, слышу слова Дмитрия Киселева и Соловьева по поводу того, что если критикуешь Путина, то ты враг России. Значит, ты сейчас занимаешься таким же наперстничеством, поскольку я говорю о том, вот чем подкреплено, хотелось бы, чтобы чем-то было подкреплено заявление Ротенберга по поводу того, что мост постоит больше ста лет. И задаю конкретные вопросы. Кто видел документацию? Кто нужно, тот и видел. Кому нужно, тот и видел. Строители видели, инженеры видели. Отлично, вот они все видели, но единственное... А вы, слушайте, Матвей Юрьевич, вы тоже журналист. Напишите в компании «Стройгазмонтаж» обращение. Нет, это абсолютно нет. Обращение. Нет, это абсолютно нет. Пресс-службу. Я хочу, я Матвей Юрьевич Гонопольский. Хочу посмотреть документы на мост. Нет, нет, нет. Я уверен, они откликнутся. Владимира Владимировича Путина проголосовало, сколько там? 67 процентов, да? Много там было, да. Это люди, которые безотчетно ему доверяют. Вот пусть они этим делом интересуются. Вот и все. Пусть интересуются. Люди верят, люди верят, что люди Путина могут нормально построить мост. А скептики имеют всегда возможность потребовать какие-то документы, убедиться в данном случае, что все построено. Полосование, будем быстро заканчивать. 24 процента испытывают восхищение от того, что мост крымский сдан досрочно, а 76 процентов переживают за качество. Странно, чего это они переживают? Можем идти дальше? Да. Человек, потерявший в пожаре в Кемерове, в торговом центре Зимней Вишни, свою семью и детей, и супругу, и сестру Игорь Востриков собрался в депутаты. Он собирается участвовать в праймарис от Единой России и баллотироваться впоследствии в областной совет. Несколько дней у Вострикова не удалось, не удавалось никому получить комментарий. Но вот коллеги из ФАН, Федеральное агентство новостей, они все-таки пообщались с этим Кемеровчанином. Он говорит, что это очередной шаг в рамках нашего движения. Мы должны вступать в органы местного самоуправления, и своим примером я покажу это другим людям. А главное, цель противодействия законам, которые противоречат его моральным принципам. Ну, вы помните, что на самом деле Игорь Востриков в первые же дни после пожара, он был одним из... Ну, это не протест был, да, одним из, скажем так, лидеров вот этих вот людей, возмущенных, огорченных, которые лишились семей. Да, вы помните, что он был на вот этом стихийном митинге в Кемерове, да, вы помните, что именно ему были адресованы слова нынешнего губернатора Цивилева про пиар, как там это было, ну, пиар на крови и так далее. А потом с Вострикова начали происходить некие метаморфозы. Он тоже, вы помните, эти кадры, да, как он в присутствии каких-то непонятных людей, в общем, осудил действия тех, кто приезжает в регион, да, кто устраивает эти акции, и сказал, что вот, в общем, надо давать возможность органам различным работать дальше. Вот в связи с тем, что... Интересную фразу тоже не забыть, он сказал, какие претензии к Путину? Путин не президент, Путин царь. Тоже такая замечательная фраза была, когда он там сидел на вот этой претензии. Да, 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 его слова, прямо его слова, да. В связи с тем, что Востриков решил заняться политикой уже так вот официально, да, и блатируется, ну, попытается блатироваться в депутаты, оцените его действия, правильно ли он поступает, что идет в политику. Человек, который, я напомню, потерял семью в пожаре в торговом центре «Зимние вишни». Если Востриков делает все правильно, наберите номер 660-06-64, нет, ему не надо заниматься политикой, не надо туда идти, 660-06-65. Голосование. Процесс пошел. А я вам напомню, что у нас еще идет трансляция в Ютьюбе, вы можете посмотреть и на Матвея, и на Алексея на одного, на второго, я не знаю, кто из нас какой. И вопрос для голосования, давайте еще раз скажу, правильно ли поступает Игорь Востриков, потерявший в пожаре семью, идя в политику. Если правильно все делает, 660-06-64, нет, он поступает неверно, неправильно, 660-06-65, код 495 в самом начале. Да, у меня вопрос к вам. Совсем про другое. Послушайте меня. Вот, когда мы говорим о господине Вострикове, мы делаем обязательно запятую, то есть, вот мы говорим, тот самый Востриков, дальше, то есть, неважно, что, например, господин Востриков собрался идти в, там, избираться от единой России. Дальше мы ставим точку и говорим фразу, тот самый Востриков, запятая, и дальше говорим, который потерял всю свою семью, детей, жену, сестру жены и так далее, и так далее. И вот происходит такая, в общем, короче, я вам хочу задать такой вопрос. Вот я, например, я давно еще сказал, вот просто когда произошло, я увидел эту пресс-конференцию, ну, не только я это сделал, сейчас это, знаете, как изобретение пиццы в Америке, когда сразу несколько ресторанов объявляют, что они первые придумали пиццу, это как закон Бойля-Мариотта и так далее. Сразу люди говорят, что это, но я был в числе тех, которые сказали, что он скоро будет депутатом Государственной Думы. На мой взгляд, он действительно будет депутатом Государственной Думы. Наш коллега Саша Плющев говорил, что такими темпами он и губернатором станет. Он и губернатором станет и так далее. У него будет история, да. Вот у меня вопрос, да, и во многом это будет, внимание, потому что это тот самый господин Востриков, который потерял свою семью. Дело в том, что о его качествах мы с вами ничего не знаем. Сейчас он продвигается, простите меня за цинизм, на вот это, ну как, неудобно даже как-то говорить, вот на пепле, ну простите меня за эти слова, на пепле своих родственников ближайших, всей своей семьи и сестры жены. Теперь у меня вопрос. Вот слушайте внимательно. Вопрос к вам, вопрос моральный. Скажите, пожалуйста, какую должность должен занять Востриков или до какой степени он должен что-то либо сказать, либо что-то сделать, внимание, чтобы мы могли подвергнуть его критике? Отвечает Алексей Соломин. Понимаете, это серьезный нравственный вопрос. Потому что сейчас, извини, я поясню одну вещь. Мы сейчас очень сдержаны и как-то, а чего он не имеет права пойти в органы власти? Вот я думаю, у меня такое предположение, я же не вижу результаты голосования, мне кажется, что его осудят. А так подумать, а чего его осуждать? Он же правильные слова говорит. Вот сгорели его родственники в зимней вишне. Может он идет, он же, видите, какую фразу говорит? Для того, чтобы принимать те законы, как он там сказал. Повтори, пожалуйста, вот его фразу. Вот это, как он пояснил. Законы, которые отвечают моему пониманию жизни. Вот с какого момента мы можем сказать, парень, ты не прав. С какого момента? Что должно произойти? Дайте уж Соломин ответить. Давайте, пожалуйста. Как только он выступит с инициативой, которая будет иметь влияние на мою жизнь, тогда я буду говорить, прав он или не прав. Когда он выбирает, в какой партии ему становиться депутатом, становиться ли вообще депутатом, это его собственный моральный выбор. Мне все равно. Хорошо. Я принимаю то, что ты сказал. Я принимаю. То есть, другими словами, если он будет в Государственной Думе, предположим, да? Ну вот как-то... Я не считаю Государственную Думу вообще институтом власти, извините. А если он будет губернатором, то что он должен там сделать? Он же будет в своем регионе, например, губернатором. Если он будет принимать решения, которые будут влиять на людей, неверным, с моей точки зрения, не образом, я буду говорить, что он ошибается. Если он будет делать это цинично, я буду говорить, что он мерзавец. Хорошо. Запомним это. Ну, давайте, я думаю, что у нас же еще Киселев и у нас... Да, нам нужно послушать сейчас Евгения Киселева. 34%, я только напомню, голосование сказали, что Остриков вступает правильно, 66% неправильно. Давайте сейчас рубрику «Возвращение блудного Киселева». Это программа «Гонопольская» и ее рубрика «Возвращение блудного Киселева». Самое сильное впечатление Евгения Киселева на этой неделе – это королевская свадьба. Вот что он думает на этот счет. Почему столько людей на земле, чуть ли не 2 или 3 миллиарда, смотрели какую-то чужую свадьбу? Будто собственной жизни у людей нет, скептически проворчал кто-то. Вообще-то странно такое слышать или читать. Зачем люди вообще читают книги, смотрят фильмы, ходят на спектакли про жизнь других? Зачем, к примеру, смотреть финал Лиги Чемпионов или Кубка мира по футболу? Не лучше ли вместо этого самим погонять мячик во дворе? Ну, во-первых, королевская свадьба – это просто красиво и романтично. Ожившая сказка про счастливую любовь принца и девушки из простонародья. Во-вторых, причиной такого интереса к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл – неисчерпаемый интерес к монархии как институту, выдержшему проверку временем и оказавшемуся жизнеспособным уже на пороге третьего десятилетия 21 века. В том числе британской монархии, сумевшей пройти через полосу кризисов и приспособиться к реалиям стремительно меняющего мира. Принц Гарри, по сути, сделал ровно то, чего категорически не дозволено было сделать его двоюродному прадеду Эдуарду Восьмому. Жениться на разведенной простолюдинке-американке. Уолли Симпсон, правда, была разведена дважды. А Меган Маркл только единожды. Зато она наполовину афроамериканка и к тому же, страшно сказать, актриска. Еще лет 20 назад такое невозможно было представить. Тогда ведь во дворе кто-то посмотрел даже на то, что принцесса Диана позволила себе на приеме в Белом доме станцевать с актером Джоном Траволтой. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Эта древняя мудрость касается и института конституционной монархии. Обратите внимание, в топе самых благополучных европейских стран с самым высоким качеством жизни и самым высоким уровнем социальной защитенности граждан сплошь конституционные монархии. Норвегия, Дания, Швеция, Бельгия, Голландия, Люксембург, ну и Великобритания, разумеется. Знаете, я думаю, что в монархии действительно есть еще один баланс в системе сдержек и противовесов. Защита от культа личности, от вождизма, от пожизненного лидерства. Королю, королеве, которые царствуют, но не правят. Все почести, вся народная любовь, поклонение и восхищение. Выборному премьер-министру вся критика, упреки, недовольства, суровые отношения как к наемному менеджеру, работающему на налогоплательщиков, которые при случае прогонят его в за шеи вон на следующих выборах. Сценарий восстановления конституционной монархии когда-то рассматривался в ельцинские времена. Это я знаю точно, как один из вариантов дальнейшего переустройства России. Вместо следующего президента давайте изберем конституционного монарха. Примерно так работала тогда мысль политконструкторов. Березовский этой идеей был очень увлечен одно время, когда был весьма влиятелен. Борис Немцов покойный тоже водил хороводы с представительницами семейства Романовых, которые наведывались в Москву во второй половине 90-х. На самом деле ничего категорически невозможного в этом не было. В конце концов Испания вернулась к конституционно-монархической форме правления после смерти Франка в середине 70-х годов прошлого века. Конечно, это был только один из сценариев. Так же, как в военных штабах сочиняются планы развертывания вооруженных сил на случай любого сценария. Но это был только один из сценариев. Как в военных штабах сочиняются планы развертывания вооруженных сил на случай любой агрессии, так и в политических штабах пишутся порой самые невероятные сценарии. История России пошла другим путем. Но я совершенно не уверен, что этот путь оказался самым лучшим. Это Евгений Киселев про важнейшие события этой недели. Не в фокусе у нас. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе. Сам по себе выход Алексея Малабродского из СИЗО. Это, конечно, событие важное. Но я бы хотел обратить внимание слушателей на заявление Следственного комитета, которое как раз приурочено к изменению меры пресечения для Алексея Малабродского. И на одну фразу, на которую, я уверен, немногие обратили внимание. Вы знаете, что СК после того, как Алексей Малабродский из госпиталя был направлен уже домой. У него теперь подписка о невыезде. СК решил выпустить заявление, где, среди прочего, сказал, не надо демонизировать следствие. И вот фраза, которая меня привлекла, мое внимание. Оперативные меры процессуального характера необходимы для того, чтобы добиться возмещения ущерба, не допустив ситуации, при которых обвиняемые годами скрываются за границей. То есть вот эта вот фраза. Добиться возмещения ущерба. И я вам сейчас, в оставшееся время, предлагаю проголосовать. То есть, вот как я понял, следственный комитет. Они говорят, что для нас приоритет, например, не чтобы Малабродский или кто-либо еще сидел в тюрьме. Для нас важно, чтобы был возмещен ущерб. Вот те вот миллионы рублей, которые были похищены якобы по делу седьмой студии, чтобы они вернулись тем или иным образом в казну. Так вот, поэтому... Представьтесь, сейчас гипотетическое предложение рассмотрим. Готовы ли вы скинуться, деньгами, разумеется, чтобы Алексей Малабродский не оказался в тюрьме снова? Если вы готовы поучаствовать в неком таком проекте, какой-то суммой денег, наберите номер 660-06-64. Нет, вы не готовы финансировать такого рода проект 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Ну еще раз коротко, готовы ли вы скинуться, чтобы Малабродского не сажали в тюрьму? Если готовы 660-06-64, не готовы 660-06-65, у нас минута. Я не готов. Понятно, все, Матвей дальше. Спасибо. Я не готов, потому что Малабродский не виновен. То есть, мы сейчас говорим о гипотетической ситуации, это такая игра ума, и она правильная. То есть, готовы ли мы проявить человечность и вытащить человека из тюрьмы? Человека явно невиновного. Ну, фактически выкупить этого человека. Да, но это абсолютно порочный круг, потому что выкупая невиновного человека, мы поощряем следствие пополнять бюджет Российской Федерации таким странным народным средством. Здесь, конечно, другая история, понимаете? Но такие вещи, на мой взгляд, абсолютно недопустимы. И мне кажется, у граждан есть замечательные способы свою человечность проявить совершенно в других историях. При этом, еще раз повторяю, он невиновен, и он не должен сидеть, и он не должен быть даже под домашним арестом. Тем не менее, наши слушатели, 64%, согласились бы на такую, не знаю, авантюру и скинулись бы, лишь бы Малабродский не попал в тюрьму снова. 64%. Ожидаемо, ожидаемо, вполне ожидаемо. Все, время наш вышло. Спасибо. Спасибо большое, Нарышкин, Соломин, Гонопольский, звукорежиссер Светлана Ростовцева. Спасибо, уважаемые коллеги. Через неделю встретимся. Спасибо. 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 Спасибо.